Всех приветствую! Истина познается в сравнении. И чтобы понять, чем же один напиток отличается от другого, я считаю, что нужно сравнивать. И не важно, что ты сравниваешь какой-то зерновой виски с каким-то молтом. Вот именно, чтобы вычленить какие-то нюансы, чем же эти напитки отличаются. И надо сравнивать. И по-другому никак не получится. Поэтому сегодня мы сравним Блендед Скотч Виски и Сингл Молт Скотч Виски. Производитель один и тот же. Линейка одна и та же Хайланд Барон. В этой линейке есть еще нас релиз. Но я решил, чтобы была более сильная разница по вкусу ароматики, взять Блендед Скотч Виски и Сингл Молт, выдержанные уже 10 лет. Давайте поближе познакомимся. Бутылочка из прозрачного стекла, пробка винтовая. Что нам пишет производитель? Виски Хайланд Барон. Страна происхождения Великобритания. Состав. Вода. Висковые дистилляты, выдержанные не менее 3 лет. Краситель. Сахарный колер простой. Е-150А. Бутылочка 0,7. Алкоголь 40%. Этикетка, контрэтикетка на русском языке. Виски Хайланд Барон продается вот в такой подарочной упаковке и стоит в 4 раза дороже, чем Бленд. Тут этикетка, этикетки на русском языке нет. Есть вот такая вот бирка, наклеенная уже импортером. Итак, читаем. Виски Хайланд Барон Сингл Молт, 10 лет. Состав. Вода. Висковые дистилляты, выдержанные не менее 10 лет. И странно, что нет сахарного колера. Бутылки обе прозрачные. Здесь, правда, уже пробка не винтовая идет, а такая пробковая. Бутылки обе прозрачные. По цвету они полностью идентичны. Поэтому будет интереснее сравнить эти виски вслепую. Потому что цвет у них одинаковый. Давайте прочитаем, что пишет производитель про вкус и ароматику напитков. Классические шотландские односолодовые виски из региона Хайланд. Очень сильный ветер сегодня, поэтому снимаю не где-то на природе, а вот именно в беседке. Иначе весь аромат у нас улетучится. Так. Регионы Хайланд производятся по традиционной технологии. С последующей выдержкой в дубовых бочках в течение 10 лет. Какие бочки, не написано. Отличаются богатым фруктовым букетом и сбалансированным сладковатым вкусом. С оттенками сливочной и риски. И легкими нотками торфа в гармоничном послевкусии. Давайте мне сейчас жена нальет, так, чтобы вы знали, где что налито, а я нет. И сравним, чем же все-таки отличается блендед скотч-виски от сингл-молд скотч-виски. А то многие говорят, что они ощущают прям какие-то зерновые такие спирты, что настолько бленды невкусные и стоит только покупать молты, что лучше переплатить, как я уже сказал, в 4 раза. Ну вот и давайте все это сейчас выясним. Напитки в бокалах. И, кстати, вот здесь вот пробка не натуральная, а какая-то из искусственного материала. Давайте сравнивать. Аромат. Ну, цвет, как я уже сказал, цвет полностью одинаков. Аромат очень похож. Разница практически не улавливается. Здесь такой сладковатый, с каким-то таким табачным немножко дымком. Торфяной какой-то такой нюанс есть. А здесь все то же самое, только понасыщенней. Ребята, я не знаю, что хотите, делайте. Говорите, что я там плохо чувствую или что-то. Ароматы полностью одинаковы. Просто я говорю, вот здесь вот менее насыщенно, здесь более насыщенно. Ну, может, виски еще не подышал, конечно. Давайте вот так вот сделаем. Если честно, мне вот здесь вот аромат нравится больше. Не чувствую никаких уж прямо зерновых спиртов. Ощущается такой сладковатый, с хорошим такой торфяным нюансом в обоих бокалах. То есть аромат такой сладковатый, с торфяным нюансом, чуть дымка. И тут бочка чувствуется, и тут бочка чувствуется. Я, честно, я не вижу разницы. Вот сейчас вроде вот здесь вот так поокруглий так вот пошло немножко. Да, он такой просто какой-то более мощный и более такой округлый, более сглаженный. Более такой... Да, вот сейчас уже вот здесь вот, ну, то есть только что налитые виски в бокалы, только что налитые виски в бокалах пахнут практически одинаково. И только постояв, ну, вот буквально все на ваших глазах происходило, сразу понимаешь, что здесь уже аромат такой победней становится. То есть он все сильнее и сильнее улетучивается. Вот здесь вот быстро аромат улетучивается, а вот здесь как было только что налито, так и есть. Ну да, вот уже рецепторы как-то маленько подзабились, и после, когда нюхаешь вот этот вот виски в помеченном бокале, после него нюхаешь другой бокал, другой виски, и практически уже не ощущаешь какие-то нюансы в аромате. То есть вот здесь ароматика более мощная. Ну, наверное, это сингл молд все-таки. Но никаких зерновых вот этих каких-то, многие говорят, что вот, какие-то зерновые неприятные ароматы там чувствуют. Ничего такого нет. Да, тут все такое попроще. Выдыхается прямо на глазах из бокала ароматика. То есть давайте пробовать. Приятные виски. Небольшая торфленность. Дымок. Сладость. Такая сладость карамельно-фруктовая. Прожигает там как надо. То есть есть и во рту жжение, и сразу согревающий такой эффект пошел. Вкусные виски. Ничего плохого не скажу. И вот да, сейчас на послевкусие начал подсушивать. То есть чуть-чуть сушит. И послевкусие практически нет. Осталась такая хорошая деревяшечка. Чуть торфа. Чуть солоноватый даже на послевкусие. Есть чуть-чуть солноватость. Ощущается копченый, солноватость. Но не сильные. Нет, если вы подумали, что это какой-то прямо торфяной копченый виски. Нет, здесь такого нет. Это классический такой хайланд, типа Тичерса что-то. Давайте второй виски. Насыщенней. Не скажу, что вкуснее. Вот знаете, все то же самое, но как-то более насыщенно. И мне почему-то вот этот виски показался вот так на первый вкус даже поинтересней. Здесь больше сладости какой-то. И меньше чувствуется вот этот вот торф. Вообще тут меньше чувствуется гораздо. Может это просто на втором глотке. Но здесь пофруктовее. Да, здесь вот уже идет вкус такой. И послевкусие сливочное. Да, тут такое мягкое сливочное ирисочка. Прямо послевкусие ириска. Тут просто карамель была в послевкусии. Ну, такой коротенькой послевкусии, сладкой какая-то карамель. А здесь вот сливочная ириска. Прямо такая тягучая. Вот эти раньше были такие, которые к зубам прилипали. Прямо вот эти ириски. И она прямо ощущается, эта ириска. И из-за этого здесь как-то меньше чувствуется торф, чувствуется меньше дым. Чувствуется и даже нет солоноватости на послевкусии. Давайте еще разок. Начнем сначала с этого. Ну, это молд. Да, это молд. Молд. Да, это молд. Сразу бленд. Да, вот так сразу ощущается, что здесь прожигает. Так вот уже чуть по водочному. Больше сушит. Нет этой сливочности. Но я припас стопку. Стопка для этого бленда, в принципе, и не нужна. Дистиллирия Лохломант. И вот этот вот бленд очень хороший. Наверное, это лучшее предложение по таким дешевым блендам. В отдохни. Ну да. Стоит ли переплачивать вот так вот в четыре раза? Вот я бы не сказал, что вот с этим виски я готов прямо вот так сидеть и что-то крутить. И у него как-то изменяется вкус ароматика со временем. Вот как налил я в бокал, так все и есть. И ничего не изменяется. Это не тот виски, с которым стоит вот так сидеть и его смаковать подолгу из бокала. В принципе, эти два виски созданы для одного и того же, чтобы их просто пить. Вот так вкусно пить без закусочки. А так по ароматике они прямо один в один. Да, вот так вот просто налили в бокал, понюхали, приятный аромат, выпили, вкусно. И можно чем-нибудь, кстати, заесть. Какая-нибудь орешком, небольшая какая-нибудь закусочка. Все-таки вот к этому виски должна присутствовать. Давайте вот этим большим глотком выпьем молд. И посмотрим, захочется ли мне закусывать его. Да-да, все то же самое, ребята. Вот если честно, если сравнивать вот два этих энзепляра и знать, что бленд стоит в 4 раза дешевле, я выбрал бы бленд. Вот многие говорят, что-то фуфукаются от этих блендов. А я считаю, что в некоторых случаях бленды ничем не хуже, чем их как бы родственники, но молты. То есть, да, если покупать там хорошие, бывают какие-то хорошие дорогие молты, они будут сильно отличаться от блендов. А если покупать какие-то недорогие уж молты, вот такого начального уровня, да, разницу вы почувствуете, вы уловите вот это вот послевкусие, вот эта сливочность, вот эту округлость. Но, в принципе, если у кого нет денег и жалко денег на молты, в принципе, можно купить хорошие бленды. У меня много обзоров на бленды, которые я рекомендую к покупке. Покупайте просто и наслаждайтесь. Их также можно налить в бокал, также побалдеть от ароматики, также побалдеть от вкуса. Ну да, у вас не будет такой вот округлости, сливочности и долгого послевкусия. Ну вот, наверное, и все на этом. Кому понравился обзор, ставим лайки, подписываемся на мой канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok